Мы здесь рассматриваем автомобили под коммерцию. Что сегодня можно привезти из Японии, что сегодня возят, что-нибудь по хозяйству. Всем привет, дорогие друзья, на связи Максим, это, как всегда, компания Priority Auto. И, как всегда, рубрика из офиса, что сегодня можно привезти из Японии, что сегодня возят из Японии, Кореи или же Китая, что вообще можно взять. И сегодня самый главный вопрос нашего ролика, это то, какие автомобили можно брать из разряда что-нибудь по хозяйству, так скажем. Какой-нибудь унифицированный небольшой транспорт, либо легкий коммерческий, который можно использовать под грузоперевозки и который не сильно будет жалко вкоцить по салону. Ну, то есть, где мы можем загрузить доски, где мы можем закинуть либо колеса, либо любую другую историю, там, генераторы, если вы занимаетесь каким-то строительным бизнесом. То есть, вы, конечно же, понимаете, что самый выгодный способ и покупка данного автомобиля именно из Японии на правом руле, потому что там машины стоят недорого, плюс пошлина и так далее. И мы получаем хороший, надежный, самое главное, японский там грузовичок, который можно использовать в коммерции также. Ну и давайте, наверное, приступим, не будем тянуть резину, давайте начнем с автомобилей. Первое, что я хотел бы вам показать, это автомобили из разряда кейкаров, мини-грузовичок с откатными дверями. Их, на самом деле, в Японии очень много. Есть Mitsubishi IMF, есть Honda VAMOS, есть Daihatsu Atrai, есть Daihatsu Hi-Jet. То есть, их, на самом деле, очень много от разных производителей, суть их одна. Это небольшой грузовичок с простеньким салоном, в простеньких, как правило, комплектациях, которые используют именно как грузовики в самой Японии. Возьмем, наверное, самый популярный представитель данных грузовиков. Это Daihatsu Atrai. Почему самый популярный? Потому что они есть там 2009 года, 2011, 2010. Стоят они в Японии, вот, допустим, конкретно данный вариант 79 тысяч рублей. Можно найти даже за 50 тысяч рублей. То есть, можно взять дешевый. Единственное, что от себя добавлю, они преимущественно идут заднеприводные, полный привод. У них только как дополнительная опция, это передний. То есть, можно взять как заднеприводные, как полноприводные. Сегодня мы с вами, друзья, считаем заднеприводный Atrai. Вот в данном случае у нас с хондовского аукциона, Honda Kansai. Комплектация, кстати, хорошая, Custom Turbo RS. У него немножечко другие бампера, немножечко другая внешность. Белый такой цвет, даже есть задний спойлер. Простенький, как я и говорил, салон. Никакого тут электроприводов дополнительных. Обычный руль. Зато есть климат, белый салон. А, ну, кстати, у нас заводится он без ключа. Ключ интегрированный, это безключевой доступ, так называемый. Одна электродверь. Хороший, просторный багажник, который можно плотно загрузить. Это та самая разница между обычным кейкаром и грузовым. Вы просто гляньте, сколько здесь места. То есть, если у обычного кейкара, там, ну, максимум, что вы можете положить какую-нибудь небольшую коробку, пару портфелей, то здесь вы можете загрузиться плотно, так еще и посадить пассажиров. У нас здесь идет литье. И, кстати, друзья, добавлю, наверное, сразу же вот зададитесь вопросом, что данные же автомобили, Максим, под санкциями, это же грузовики. Что ты нам тут показываешь, их же привезти нельзя. Нет, друзья, если вот у автомобиля грузового в Японии, который там А3, Ван, там, Хайджет, Ван, есть сзади сиденья, есть сзади ремни безопасности, то это что-то между гражданским автомобилем и грузовым, и они спокойненько из Японии выходят. Мы такие возим, вам на Ютубе также показываем. Не переживайте, вот данные А3 без проблем можно вывезти из Японии. Ну и что ж, что у нас еще по данному автомобилю? В данном случае у нас окрас задней части автомобиля, оценка 3 балла, аукционный дом Хонда очень строгий, пробегу 159. Но самая главная задача для нас это получить максимально хороший, выгодный грузовичок за меняемые деньги. В общем, самое главное, цена сколько? 500 тысяч рублей. За А3 сегодня это без пробега по РФ, друзья. Вы можете оспорить и сказать, что в России есть с пробегом и дешевле, но это в России и с пробегом. И вы отвечаете сразу же на этот вопрос, что в данном случае этот вариант, какой бы он ни был, 3 балла, он все равно лучше, чем то, что пару лет покаталось по России. Поэтому, друзья, 500 тысяч и А3 заднеприводный у вас без проблем для каких-либо грузоперевозок. Идем дальше. Хотел также показать именно полноприводный от РАИ, такая же комплектация, только 9 год, пробегу 129. В данном случае у нас больше замечаний по кузову, которые нужно будет отремонтировать, по салону. Здесь его что-то прям совсем подзакатали. Также у нас климат-контроль. Ну и цена. Давайте, сколько стоит полноприводный? Данный вариант обошелся бы в 525 тысяч рублей. Но, друзья, скажу так, на самом деле полноприводный найти сложнее. Лучше закладывать 550. Ну, 550, 9 год, без проблем, мы подберем и найдем. Идем дальше. У нас есть же еще автомобили меньшего размера, но которые японцы также считают грузовыми. Мы, конечно же, наверное, их такими на самом деле полностью не считаем. Но у нас очень много данных автомобилей ездит в доставке. Очень много этих автомобилей ездит, в принципе, у нас и курьеры, еще кто-то. Потому что он маленький, он немного ест. Его можно хорошо загрузить по салону. И в целом, ну, хорошенький автомобиль. В общем, о чем мы? Это Daihatsu Mira. Миру уже интереснее брать, наверное, 2020 годом выпуска, а не 2009, как от рай. Что у нас здесь по салону? Здесь у нас отсутствует климат, обычные крутилки, ключ. Никакой кнопки старт-стоп, колпаки, без мультимедиа. Ну, то есть, простой грузовичок. Как конкретно отличить, да, грузовичок, как японцы считают, от автомобилей, именно хэтчбеков гражданского класса? Вы просто посмотрите на задний ряд. Это такая же лавка, как и у пробокса. Поэтому, ну, вот, пожалуйста, это некий грузовичок. И что по ценникам? Здесь у нас вариант на автомате. Но они, кстати, друзья, по правде говоря, есть еще и на механике. То есть, если нужно, можно привести на ней. Оценка R, пробегу 37, потому что автомобиль мы берем же себя под какие-то коммерческие нужды. Поэтому цена 520 тысяч рублей. Но, друзья, скажу так, на самом деле найти в 520 достаточно сложновато. Здесь у нас оценка R, кому-то очень сильно повезло. Здесь много ремонтных работ по передней части. Здесь вмятина на капоте, вмятины под капотом. Но, опять же, мы здесь рассматриваем автомобили под коммерцию. Когда вам не столько важно там его внешнее косметическое состояние, сколько важен, наверное, пробег. И в какой-то степени техническое состояние. В данном случае, если вас внешка не сильно волнует, 500, там, 15, ну, 550, также 1000 рублей, можно без проблем привезти из Японии. Статистика свежая, это у нас 20 марта. Этот автомобиль кто-то приобрел. Идем дальше. И приходим, наверное, к топу, да, от Daihatsu. Это Daihatsu Hi-Jet One. В принципе, от Atraia они отличаются не сильно. Но в данном случае решил показать вам ценник уже свежего автомобиля. Это 2020 год. У нас здесь по салону также все просто. Это унифицированный грузовик. По салону даже больше напоминает миру, чем Atraia. Задний ряд у нас здесь идет с лавкой. Но, опять же, обратите внимание, лавка присутствует. Ремни присутствуют. Значит, его можно купить и привезти. Потолок у нас вообще простой. То есть, на самом деле, Hi-Jet, он даже больше грузовик, чем Atraia. Автокоакулятор, 2020 год. 700 тысяч рублей. Можно привезти Atraia. Мы не так давно на YouTube-канал также снимали Atraia, который мы привозили нашему клиенту. Там тоже был 2020 год. Пробег был даже поменьше. И состояние гораздо лучше. Тот стоил, грубо говоря, под миллион. Можно взять от 700, если ваша задача заключается в том, чтобы взять грузовичок. Неплохо на этом сэкономить. Взять какой-нибудь вот такой же вариант, который использовался в Японии для грузоперевозок. То есть, по факту, японцы к технике относятся так, как к технике. То есть, если эта машина должна возить груз, значит, она будет возить этот груз. И его будут туда закидывать, кидать, класть, как угодно. То есть, поэтому они очень часто, бывает, приходят слегка подзаюзанные. Но в техническом состоянии будут неплохие. Это что касается у нас небольших кикарчиков. Но у нас же есть еще универсалы. Универсалы также считаются грузовыми. И они также есть в Японии. Давайте начнем с чего-нибудь базового. Это у нас Nissan AD. Достаточно, кстати, популярен был и в прошлых кузовах. И его более люксовый вариант это Vingro. По Владивостоку их ездит куча. Они там чуть ли не с первого поколения сюда в Россию завозятся. Что по свежим. Вот эта AD пошла, наверное, с года 2013. Если это действительно можно открыть каталог. А, это у нас рестайлинг 16-й, 21-й. В общем, достаточно давно уже выпускается эта AD. И их без проблем можно также привозить из Японии. Мотор 1,5 литра. Бампера у нас не выкрашенные, а в черный цвет. Салончики у них простые. То есть, можете посмотреть, тут также все унифицировано. Ничего вычурного. Также просто грузовик. Японцы их используют так же, как грузовики. В данном случае у нас 20-й год. 113 тысяч пробега, 4 балла. Хотел найти что-нибудь с оценкой R, либо 3,5 подешевле. Но нет, в принципе, этот вариант по статистике кому-то очень выгодно достался. В целом можно и 4 балла, и 3,5 купить в эти деньги. Ну, если, может быть, какая-то плотная R-ка. И вы хотите прям очень сильно сэкономить. Может сэкономить там, ну, 50 тысяч рублей. А сколько вышел бы этот? Этот бы у нас вышел бы 865 тысяч рублей. Подключить до Владивостока. То есть, в теории, 20-й год можно брать за 800. Это будет прям такой грузовичок, грузовичок, который в Японии прям как грузовичок использовался. Но тоже можно. Так вот, если закладываете 850-900, можно без проблем привезти ADEHU. Моторчик у него 1,5 литра. Также вот я здесь посмотрел, они есть и полноприводные, и 4WD. Здесь также нашел 21-й год. Кстати, тоже как пример, чтобы показать вам еще дополнительно салон-багажник. Он вот так вот обшит здесь у Nissan ADEHU. Ну, в принципе, как у любого грузовика. И данный вариант тоже 21-го года. Сколько бы вышел? Ну, вот 880 тысяч рублей. То есть, если 900 тысяч закладываете, полтора литровую ADEHU можно без проблем привезти. Но это что касается ADEHU. Мы же все знаем. Самый лучший универсал для грузоперевозок это кто? Конечно же, Toyota Pro Box. И в чем самое главное преимущество Pro Box, о котором, наверное, мало кто знает. Я раскрою вам секрет. Есть Pro Box с мотором 1,5 литра, который мы все с вами знаем. А есть с мотором 1,3. И 1,3 нам дает преимущество по цене в Японии и преимущество по пошлине в России. То есть, пошлина чуть меньше, стоимость в Японии тоже чуть меньше. Так, в остальном точно такой же автомобиль. Единственное, что моторы 1,3 не идут никогда в суперовых комплектациях. Они все максимально простенькие. У нас здесь, да, вот так вот бывают подзаюзанные у японцев багажники. К этому нужно быть готовым. Вот те Pro Box, которые стоят на рынках, да, продаются, у них все чистенько. Они просто были куплены в таком же состоянии и просто помыты. Ни больше, ни меньше. Большинство Pro Box, если они с пробегом там больше 30 тысяч, будут с таким багажником. В данном случае у нас пробег даже 131 тысяч километров. 2020 год выпуска. И по калькулятору он бы вышел в 860 тысяч рублей. В принципе, та же самая AD. Если вам не нужен мотор 1,5 литра, но вы хотите вот эту божественную Toyota, которая максимально надежная, те же самые деньги, будет мотором 1,3 Pro Box. Почему бы и нет. И также давайте посчитаем с вами мотор 1,5 литра. Это у нас также передний привод. 1,5 литра мотор. Тоже у нас по салону все простенько максимально. Pro Box есть Pro Box. Кстати, вот пока мы с вами здесь листаем, я большинство вариантов, если обратите внимание, показываю с аукционов тендерных. Люм, НПС. Почему? Потому что эта техника, как правило, считается в Японии коммерческой. Используется юрлицами для груза каких-то перевозок, постройки. Очень часто к нам приходили Pro Box, я так скажу, с какими-то картами строительными. Кто-то из японцев забыл, либо просто выкинул в эту машину. И прям реально они используются по прямому своему назначению. И вот в данном случае также какой-то коммерческой организации на тендере был выставлен данный Pro Box. Ему заклеили маркировки организации, под которой он ездил. И цена переднеприводного 1,135 миллиона. Да, друзья, полуторалитровый интересный Pro Box, оценка 3,5 балла переднепривод 2020 года может стоить 1,135 миллиона. Может стоить и больше, и 1,2. И даже есть варианты, если вам нужен прям идеальный 1,3. Но опять же, мы говорим вам про грузовичок, который нужно взять в хозяйство, чтобы он был не очень дорогой. 1,135 миллиона. Что по 4WD? По 4WD, в принципе, они не сильно друг от друга отличаются по цене, но 4WD на самом деле очень сложно найти. Поэтому придется больше закладывать времени на поиски, это самое главное. И готовится, что вилка цены будет больше. В данном случае, в принципе, здесь почти такой же, как и предыдущий. Здесь у нас пробег 77, здесь 100. Цена отличается всего лишь на 25 тысяч ен, но здесь заменена крышка багажника. И тоже, 20-й год, DX Comfort 4WD, автокалькулятор, миллион 150. Но, друзья, закладывать в любом случае на полноприводный пробокс нужно где-то 1,2. Если мы сделаем ставку в 1,2 и заберем его за миллион 150, прекрасно, он вам достанется дешевле. Но закладывать миллион 150 на покупку пробокса полноприводного не стоит ни в коем случае. Все-таки 1,2, полтора литра, 4WD. Так это что касается у нас пробокса. И, кстати, от себя добавлю, что очень часто еще и филдеры используются в грузоперевозках. Кто-то мне сейчас скажет, что это кощунство, филдер это не пробокс. Но, друзья, если охота суперовую взять пробокс, нет смысла искать в комплектации F. Есть смысл тогда взять, просто дает королу филдер. Не надо, не нужно искать суперовый пробокс. Там, как вот считалось, что есть пробокс. Асаксид это суперовый пробокс. Сейчас в современном мире что саксид, что пробокс друг от друга не отличаются. А суперовый искать очень сложно. Поэтому проще купить филдер. В данном случае у нас филдер 20-го года. Это пробег 124, белый цвет, какая-то огромная вмятина на пороге под ремонт, трещина по лобовому. И, самое главное, цена. Сколько этот бы вышел? Миллион двести сорок восемь. Вышел бы данный филдер 2020-го года выпуска. Да, друзья? Столько сегодня может стоить филдер вообще в таком состоянии. В целом, друзья, скажу так. Можно закладывать бюджет 1,2 на 2020 год. Если мы берем какой-то грузовичок, можно, допустим, взять не с вмятинами, а уже с заменами. Да, там пару окрасов, пару замен. Либо там окрас всего борта, замена пятой двери, замена тазика. Он тогда выйдет где-то 1,150,1,2. Но не меньше. Вот, пожалуйста. Суперовый пробокс. Это Toyota Corolla Fielder за 1,200. Идем дальше. У нас еще, кстати, есть автомобиль Honda Freed. Как бы ни странно не казалось, почему он вообще оказался в данной подборке. А по той простой причине, что они стоят не очень дорого. Это минивэн с большим багажником, который можно использовать под грузоперевозки, но не тяжелый. То есть его конструкция подвески не рассчитана, чтобы вы там перевозили 800 или тонну килограмм. Он просто не выдержит. Если вам просто нужен небольшой минивэнчик, допустим, вам передвигаться по стройке с места на место. Вы там закинули какое-то оборудование, так чисто ремонтный инструмент. Вам нужно доехать от точки А в точку Б. Если вы там монтажник, либо, допустим, подача, вам нужен автомобиль. Почему бы и нет? У него, во-первых, хорошая посадка вертикальная. Во-вторых, если мы приходим к вопросу, если вам нужен именно унифицированный, да, Honda Freed Spike, это без электродверей, на ключе. В данном случае, кстати, комплектация Aero, но можно взять и не Aero. Они, кстати, стоят очень, ну, очень даже и недорого. Данный ряд вообще стоит 56 тысяч рублей в Японии. И вышел бы он в 768 тысяч рублей. То есть, так к вопросу. Какая у вас потребность и какая у вас задача? Потому что Freedam вот такого можно взять и за 770, за 780, да, а можно взять и за 1 200 000. Вот такая вот по ним разница. Это все будет год, комплектация, состояние, пробег. Вот так, в целом, если нужен грузовичок там для поработки, по стройке куда-нибудь смотаться, почему бы и нет? У нас эти ребята очень плотно берут. Они прямо говорят, нам вообще без разницы, сколько там электродверей. Нам главное, чтобы у него был пробег не за 200 и плюс-минус живой кузов. Пускай там будут какие-то костские царапины. В любом случае, мы машину будем использовать именно как технику для передвижения с места на место. И, конечно же, нам хочется, чтобы автомобиль для коммерции был большим. И в Японии, на самом деле, не так много есть автомобилей, которые можно под эти цели использовать. Потому что Taunais под запретом, Litais под запретом, какие-то бортовые автомобили под запретом, Mazda Bonga под запретом. Ну, под запретом все. Друзья, все, нельзя. Есть только один вариант. Это Nissan NW200. Потому что у него есть гражданская модификация. Кстати, не работает, как с Atray. Если у нас Atray One, и у него есть сзади ремни, то с Taunais'ами такая история не проканает. Их нельзя все равно завозить. Они все равно у них считаются как грузовыми. То в данном случае у нас остается только один выход. Это Nissan NW200. В данном случае у нас гражданская версия на 7 мест. Не нужны задние сидения, выкинули. 7-местный вариант в таком сером цвете. У нас здесь RADD. Самый топ, я считаю, если вы берете себе автомобиль под работу. У него пару окрасов. Замена крышки багажника. Окрас по пятой двери. Какие-то вмятины по полу багажника. Ржавчина небольшая по днищу. Здесь царапина, там царапина. Самый главный ценник. Девятый год. Цена. 950 тысяч рублей за NW200. Оценка 100... Пробег, извините, 140. Оценка R-A. Почему бы и да? Ну, то есть вы попробуете найти сегодня за миллион NW200, да? Либо там ту же самую Mazda Bongu, которая будет не гнилая, без дыр, там, без вентиляции в полу. За такие деньги. Ну, ценники настолько огромны, что вот это и есть единственный выход, если вам нужен именно микрик, да? Для грузоперевозок. Заднее сидение выкинули. Хотите, даже второй ряд выкинули, если вам нужно только передние два сидения. Все, пожалуйста. Единственное, что он просто на выход из Японии не считается грузовиком. По факту от грузовой версии он ничем не отличается. И мотор, кстати, у него 1,6. Идем дальше. Кстати, если вам нужен свежий, такой же вариант, да? То можно привести 20-й год. Но опять же, здесь вопрос цены. Здесь вот, допустим, пробегу 72, 3,5 балла, 20-й год, белый цвет. Они, кстати, по салону не отличаются вообще друг от друга совсем. То есть, что вы возьмете, там, 9-й год, что вы возьмете, 20-й. Абсолютно идентичные автомобили. Но 20-й год для просчета стоимости, скажу, сколько стоит. 20-й год стоит 1,670,000. Это старт вообще. На самом деле, просто попались такие варианты. Я такой глянул. Ну, вот по статистике есть парочка, да? Ну, вот на них можно опираться, но я бы закладывал не меньше где-то 1,7, 100%. А то я 1,8. Потому что стоит только начать торговать. Смотришь на статистику, вроде как есть. Стоит начать торговать, как они все улетают просто по MaxBet куда-то. Так, это у нас что касается NV200. И, конечно, наверное, будет кощунством то, что я вам сейчас покажу. Но я все равно покажу. Это степ-вагон в РП-1 кузове. Да, его тоже можно использовать как грузовик. Но он, наверное, сильно под него прям не подходит. Ну, это уже называется, мы пытаемся юзать все, что имеем, да? То есть, если есть такой степ-вагон, почему бы и да? Можно взять с пробегом 140-15 год. Кстати, преимущество у него дверь ваку-ваку. То есть, не нужно ее наверх поднимать полностью. Отодвинули сбоку. Также можно найти вариант с двумя электро-сдвижными дверями. Да, вот они здесь есть. Чтобы можно было удобнее разгружаться, выгружаться. И, опять же, это скорее, наверное, не для масштабных грузоперевозок. Да, чтобы там можно было загрузить доски, палеты, еще что-то. А, скорее, наверное, как для передвижения бригады от стройки до стройки. Да, чтобы у нас, допустим, можно было инструмент сзади поставить. Чтобы можно было удобно всем сесть. И, в целом, это стоило бы не очень дорого. И, ну, и данный вариант под ключ до Аудиостока вышел бы в миллион триста семьдесят. Это, кстати, к вопросу, какой сегодня старт за степ-вагоны вообще в принципе. Миллион триста семьдесят. Вышел бы данный вариант пробегу 143. Пятнадцатый год, семь мест. Ну, это, кстати, переднеприводный вариант. Еще спросите, что тут по полноприводным. А, кстати, полноприводных их не очень много. Ну, вот такой же, грубо говоря, аналогичный пятнадцатого года. Только черный, тоже две электродвери. И он бы вышел, ну, миллион четыреста пятьдесят. В общем, это вот что касается степ-вагонов. То есть, на самом деле, наверное, не такой уж выгодный вариант, как если брать НВ-200. НВ-200 все-таки подешевле, может, за девятый год взять. Ну, почему бы и нет, да? Вот есть? Есть. Можно? Можно. Вам без разницы, как вы будете данный автомобиль использовать. Просто в данном случае это выход. Потому что с высокой крышей, больших полноразмерных минивэнов, микровэнов, либо там бусиков, ну, просто не осталось. И в это решение. Почему бы и нет. Фрид, НВ-200, степ-вагон. Все, пожалуйста. Есть же еще Сиента, да, но и Сиента предлагать не буду. Сиента маловато по сравнению с Фридом. Если между ними выбирать цены, у них примерно одинаковые, лучше выбирать фонду Фрид. Вот такой, друзья, короткий ролик. По грузовичкам, какие сегодня можно взять, да, небольшие для какой-то коммерции, либо какой-то небольшой помощничек себе там по огороду. В целом, ценники разные, то есть можно брать от 500 до полутора миллионов рублей. Спокойно, в зависимости от ваших задач, от вашего бюджета и от того, какой бы вы хотели год выпуска. То есть можно взять 9, можно взять там 2020, и все это будут разные автомобили, разные года, разные выпуски. И то это выжимка такая усредненная. То есть один и тот же автомобиль можно брать и дешевле, можно взять чуть-чуть подороже. Ну, все зависит только от вас, от вашего бюджета, от ваших задач. Если вы напишите нашим менеджерам, что вы хотите, да, допустим. Если вам нужен какой-то грузовичок, что можете посоветовать, напишите им, какой у вас бюджет. Они вам без проблем все расскажут, покажут, объяснят, то есть какие есть варианты, какие у них клиренсы, то есть какая-то техническая часть. Они все вам расскажут без проблем. И, кстати, друзья, это абсолютно бесплатно. И, кстати, я добавлю, друзья, у нас же до сих пор проходит конкурс. Если вы еще в нем не принимаете участие, я не понимаю, почему вы еще не начали. У нас проходит конкурс для клиентов, кто купит с нами автомобиль до 30 апреля. Участвует в розыгрыше Toyota Corolla, трех айфонов, денежные призы, а также бесплатно получат эво-коврики в свой автомобиль. Любой цвет выбираете, получаете. Поэтому, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Большое спасибо вам за просмотр. На связи был Максим, это компания «Приверите авто». Пишите в комментариях, какой вы еще автомобиль, считаете, можно привезти из Японии грузовой. Пишите в комментарии, прям вариант. Я вам прям там же в комментариях отвечу и посчитаю, сколько он стоит. У вас будет сразу же ответ на ваш вопрос. В общем, спасибо большое за просмотр. Всем пока. Компания «Приверите авто» – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. «Приверите авто» – ваш надежный поставщик.